Друзья, всем привет! Вы на канале Библиотека Ильи Кривошеева. И сегодня я прослушал роман Филиппа Кера «Метрополис». Роман 2019 года выпуска, серия Берни Гюнтер, перевод на русский язык Мария Акинина, чтец Станислав Иванов. О чем роман? 1928 год, Берлин, в котором пока еще, возможно, все и ничто не запрещено. Это новый Вавилон, как его зовут местные жители, город злачных развлечений и уличных боев между бандитами, город роскоши и нищеты. Берни Гюнтеру, молодому детективу, работающему в берлинской полиции, дают новое дело. Кто-то каждую неделю снимает скальпы с проституток, нарочно оставляя на местах преступлений множество улик. Убийца словно дразнит полицейских, правда они и сами не слишком рвутся его ловить, но все меняется, когда таким же образом погибает дочь местного криминального авторитета. Только этим проблемы Берни не исчерпываются. Вскоре он получает еще одно задание – найти того, кто методически и хладнокровно расправляется с бездомными и изувеченными ветеранами Первой мировой войны, побирающимися на улицах. Оба этих расследования покажут Гюнтеру, что все вокруг вскоре сильно изменится, и его Вавилон Берлин оцепенеет перед лицом нового порядка. Мое мнение по прослушиванию этого романа. Роману я поставил три звезды. Трудно мне было оценить этот роман. Четыре балла я не могу поставить, потому что мне было нудно, а два балла не могу поставить, потому что это высокохудожественное произведение а-ля «Преступление и наказание» Достоевского, которому нельзя ставить два балла. Я нашел компромисс. Три балла. Это почти что философское произведение с присущим словоблудием, цель которого, как я понял, показать, как и почему режим Гитлера так легко и просто нагнул Веймарскую республику. Как такового сюжета здесь нет, он формальный. Есть маньяк, который считает себя санитаром леса и подчищает Берлин, так сказать, от скверны, от проституток, гомосексуалов, коллег и инвалидов. Кстати, задавая себе вопрос, кто мог творить все эти убийства, я ответил себе, что только человек определенной профессии при тех условиях и обстоятельствах мог это делать. И что же, я оказался прав, поэтому загадка тут не сильная. Основное повествование – это галерея портретов, от которых, как мозаика, складывается портрет всего Берлина в начале 30-х годов. Униженное немецкое общество, превращенное в шлюху после Первой мировой, такова реальность той эпохи. Автор детально изображает нам картины, в которых люди теряют всякое достоинство, превращаются в зверей и падают ниже некуда. Видеть эти картины противно, но они реалистичны и правдоподобны, и мы легко в них верим, что все так и было. Именно на такой основе разложенного общества режим Гитлера без проблем приходит к власти. Здесь прослеживается причинно-следственная связь. Пиратская копия аудиокниги Филиппа Кера «Метрополис» есть для подписчиков на моем Бусти. Ссылка на Бусти в описании. Понравилось видео? Поставь лайк, подпишись на канал. Узнаешь, какие новые книги я прослушал и прочитал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok